Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Возвращаемся в программу Народная трибуна Язык заплетается маленько уже Опа Чего бы мы не пили Нет Кока Кока-кола Кока-кола Да-да Телефон студии 847-4005-200 Значит что касается Был репорт Не было репорта Но они все равно будут молотить Это не чепуху Ни для кого это не секрет Ну вот смотри Они два года внушали Что был Калужин Сейчас не извини А тут тебе вот Сказали там за один день Ничего не было Все хорошо Что будут помнить То что тебе два года внушали в голову Или то что сказали в течение Одного-двух дней Мало того Они ведь не перестали Говорить о том Что калужин В тот тоже и делал Они продолжают Они продолжают об этом же говорить Как будто ничего не произошло Просто к этому еще Абстракшенов джастис добавился Давай быстренько поговорим Насчет Цепины Которую Недлор А да-да-да Выдал Значит он пару Неделю тому назад Или две недели назад Недлор выставил на голосование Факт того Что надо Принять решение Будем мы подавать Цепину О выдаче полностью всего репорта Не отредактированного Или не будем Конечно же все быстренько Подняли руки Сказали да Будем давать Цепину Ждали когда выйдет репорт Сегодня Недлор подал Цепину Причем Цепину он подал Которая говорит так Ему нужно полностью Не отредактированный репорт Но особенно То все те показания Которые были даны В Грэнд-джюри Почему это было сделано Дорогие друзья и дамы и господа Да потому что По закону Этого нельзя делать И он это прекрасно знает Но их база Демократ Демократов идиотов База требует действий Понимаешь И вот он сейчас Чисто для того Чтобы ублажить базу Он же прекрасно понимает Что никогда Никогда Никто Ему не да Это закон 99 года Принятый по его же просьбе В своем время То есть ему конечно же Никто не даст это сделать Но зато разговоров сколько А вот Недлер считает Что именно В нет редактированной Вернее в отредактированной части Лежит вот эта вся Значит подноготная Понимаешь И то что Олежка сказал Что даже если они получат Кстати бар Согласился Он сказал что Давайте тогда Gain of aid Значит Gain of aid Это 8 человек Лидеры Лидеры комитетов Два лидера Вери Четыре лидера Не По два лидера От каждого комитета То есть Judiciary Investigation Investigator В комедии Плюс Генеральный прокурор Плюс Спикер палаты И плюс Этот Как его Мэтч Макканал Который руководит Большинством В Сенате Да Значит 8 человек Бар Пообещал Что я вам Выдам Все Кроме Показаний В большом Жюри Гринд жюри И именно Поэтому Недлар В Сапино Указал Что им Нужно Именно Вот эти Данные Причем Он это Запросил В Сапине Именно На дату За один День До выступления Бара В Сенате Вопрос Зачем Зачем Что вы Собираетесь Там Вон К вам Приходит Бар Первое Задавайте вопросы Задавайте вопросы Он вам ответит Все что Что он может Дальше 24 25 Мая Уже Назначены Слушания В Конгрессе Баба Роберта Малера То есть Пожалуйста У вас есть Один человек У вас есть Второй человек Задавайте вопросы Посмотрите Что вам скажут А уже потом Если вас Что-то не устроит Тогда Вы подаете Запрос В суд Потому что Вопрос этот Решить может Только суд Раскрыть ли То что было Отредактировано И Вот так Но это же Не годится Это же Получается Что две недели Или три Пассивной жизни Поэтому Подали Эту Сапину То есть Должно Какое-то Быть действие Иначе База Начнет Возмущаться Ну Во-первых Когда Сапину Подают Они же должны Там Какое-то Время Пройти Чтобы Получить Результат Нет Вот Они запросили На 1 мая А там Очередь 2800 Супин Сейчас Сидит Представляешь Когда Они получат Они написали Давай Прием За мной Добрый день Алло Добрый день Добрый день Добрый А скажите Пожалуйста Можно Уже Сегодня Перечислить Как бы Внятно Какие действия Планируют Министерство Юстиции Республиканцы Чтобы Вскрыть Все эти Грязные Дела Демократов Можно Какие действия Планируется Продвинять Спасибо большое Мы можем только Предполагать Потому что Если будет Открыто Расследование Об этом Официально Никто Никогда Не скажет Потому что Этого Нельзя Делать Это действие Работает Уже В трех Направлениях Это то Что мы знаем Первое направление Это работа Генерального Инспектора Хоровца По поводу Того Что происходило В рядах ФБР И Министерство Юстиции Связанное Со всем этим Расследованием Ты имеешь ввиду Уже после выборов Когда они дали Команду Чтобы этот Репорт сделать Чтобы расследование Открыть Нет Потому что Они сейчас Говорят Что это все Началось еще В 15 Году В январе 15 Компейн Когда только началась Компейн Так Значит у нас уже Есть направление Где будут Расследовать ФБР И Министерство Юстиции Но надо отметить Что это ограниченное Очень расследование Потому что допрашивать Целенаправленно Это только Тех людей Которые работают На сегодняшний день Даже те Которые работали На тот момент Но уже Уволились Или выгнали Он их даже Добрый Не может вызвать Дальше Направление Номер два Это Запрос Линзи Грэм По поводу Файзо Ворент Вот этих Разрешений Слежки За Картером Пейджем Это второе Направление И третье Направление Это то Что потребовал Дэвин Нюнес Подав Криминальные Запросы По поводу Вот Людей Которые были Замешаны То есть Питер Страк Там Маккей Ну в общем Короче говоря Вся Вся вот эта Верхушка ФБР И ДОДжей То есть Вот в этих Трех Направлениях Будет вестись Работа Куда она Приведет И какие Будут дальше Следствия Мы конечно Же не знаем Но вот в этих Трех Направлениях Ведется работа Единственное Что я вам Должен сказать Вот То есть Там будет Интересная Вещь В чем Пока что Эти три Направления Не затрагивают Ни Хилари Клинтон Ни Лоретту Линч Ни Барак Авбам Почему Потому что Даже Вот тот же Инспектор Дженера Которые Сейчас Расследуют ДОДжей И ФБР Как Сергей Сказал Люди Которые Уже Не удел Их Невозможно Вызвать Но Генеральный Инспектор Имеет Право Подать Мнение Кого Нужно Все-таки Расследовать Продолжать Дальше Вот так Как он Сделал С Эндрю Макейбом Где С его Подачи Макейб Был Расследован И Уволен Ну Вот такая Вот Помнишь На СНН Выступал Клэпер И сказал Что Обама Попросил У нас Как это Называется Intelligent Assessment Да То есть По сути дела Клэпер Подтвердил Это Оценка Разведки То Что Что Они Делали Это Все Происходило С Благословения Обамки Конечно То есть Под его Непосредственным Наблюдением Весь этот Заговор Именно Поэтому Наверное Они В этом Направлении Никак Двинуться Не Можут Потому Что Конечно Ты Можешь Табу Первый Черный Президент Получерный Меня Я Это Никогда В жизни Это Не Коснется Ни Обамы Ни Клинтон Это Я Вот Это Могу Ну Подожди Но Это Ж Могло Коснуться Никсона Ну Что Кто Никсон Никем Президент Ну Белый Таких Как Он Смотри Уже 45 А Это Был Единственный И Вообще Если Сравнивать То Что Происходило При Никсоне То Что Происходило Под Наблюдением Обамы Я Не Знаю Если Никсон Подал В отставку Обама Должен Сесть В тюрьму Сереженька То Что Происходило При Никсоне И То Что Происходило При Клинтон В Арканцо Да Оно Уже Само По Себе Несравнимо Я Уже Не Говорю Про Обаму Про Трампа И Так Далее Вот Тот Whitewater И Watergate Это Просто Watergate Это Был Детский Лепет По Сравнению С Тем Что Делали Клинтон То Неприкасаемые Неприкасаемые Конечно Все Таки Вот Но Принадлежность К этой Партии Или Принадлежность К Рассовой Группе Ставит Тебя Над Законом Принадлежность Вот Знаешь Самое Интересное Вот Казалось Был Когда Клан Кеннеди Начиная С Папы Потом Бутлегера Два Сына Да Бутлегера Потом Были Два Сына Один Президент Один Джейм Геральд Генерал Да Это Был Клан Который Назывался Клан Клан Бушей Два Сына Три Сына Папа И Все Назвать Клан Клинтонов Невозможно Он Был Их Было Всего Двое Но Тем Не Мене Все То Что Связано С Кланом Клинтон Помнишь Эту Историю Когда Каунсел Клинтонов Спер Из ФБР Личные Дела По сути Дела Всех Политиков Ведущих В Вашингтоне И они Держали Их Всех На Коротком Поватке Зажали Бейцы Бейцы В Тиски Завершит Уз И Поэтому Они Стали Неприкасаем Да Вот Вот Умничка Постоят Поэтому Ничего Не Будет Низ Кли Если Не Дай Раскрутят Клинтона Это Вырвать Зон Вашингтон Потянется Цепочкой Полностью Все Попадут К сожалению Поэтому Не хотят Трогать Вот Эту Веревочку Которую Покроют Департаментов Джастис Я думаю Что Лоретти Лэнч Будет Не Очень Приятно Ничего Не Сделают Черное Ну Ее Потрепят Ее Потрепят Это Нет Нет Кстати Насчет Черное Быстренько Ты слышал Да Новую Новость Насчет Нашей Кимберли Факс Нет Нашего Стоит Прокурора Стоит Прокурора В чем Ее Поймали Нет Оказывается За два Дня До того Как Она Себя Рекюз Она В аэропорту Чикаго Встречалась С кем Правильно С Майком Авернати Нормально А теперь Говорили о детях О Детях Да Ну О Семье Детях У них же Дети Разнорасовы Разнорасовы Но Теперь Открути Это Дело Назад Для Чего Она Встречалась С Майком Авернати Как Ты думаешь Давай Рассказывай Нет Нет Это Интерес Для Того Потому Что Она Ему Предложила Быть Защит Адвокатом На Этом Смолетт 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 Слава Бог На Его Счастье Или Он Уже Знал Что Его Там Порвут Короче Он Отказался И Она Вот Тогда То То Она Думала Что Он Будет Его Защищать Они Быстренько Слепят Вот Эту Дефенс Где Майкл Авернати Победит Кимберли Факс И Смолетта В суде Признают Невиновны А тут Вот Такая Лажа И Ей пришлось Регьюз И Вот Это Вот Тебе Пожалуйста Значит Кто-то Копает Кто-то Копает Ну Вот Все Что Связано С Этим Скандалом У Некоторых Людей Есть Некая Надежда Трамп Сказал Что Федералы Займутся Этим А Азиатка Которая Чан Чан Да Она ведь Говорила Предложила Факс Передать Кейс Федералам Ну Наивно Наивно Полагать Что Она Толкала Этот кейс Под паровоз Ну да То есть Она точно Знала Что местные Федералы Быстренько Лежат У них Сидят У них В кармане Куплены Поэтому Рассчитывать На то Что ФБР Овцы Которые Работают В нашем Штате Что Они Кристально Чистые Войны Плащая Кинжала Не приходится Такие же Продажные Купленные С потрохами Поэтому Они Хотели Передать Этот Кейс Забрать У полиции И передать Его Федералам Конечно Сто процентов Я Продолжен Рассчитывать На то Что Федералы Будут Расследовать Действительность Факс Как Там У меня На этот Большие Сомнения В этом Гребаном Штате Прогенившим С самого Верха До самого Низа Десятилетиями Управляемого Демократами Даже Федеральные Агенты И те Как-то Так Не вызывает У меня Я думаю Что Копать Копать Будут Не здесь Федералы Копать Будут Все-таки Вашингтон Но Интересная Вещь То Что Я Удивляюсь Вот То Что Ты Сказал Вот В этом Гребаном Я удивляюсь Что Эдди Джансон Да Полысь Комиссион Отказался Передать Это ФБР Это Какие Нужно Было Иметь Вот Эти Уши Чтобы Отказаться Передать Дело Чикагским Федералам Его Это Это На персональном Уровне Было Такой Скандал Вселенского Масштаба Там Значит Мага Шапки Там Петля На шее Там То Все И они Бросили Все силы Туда И Оказывается Просто Над ними Посмеялись Ну да Да И Он Воспринял Это На таком Как Оскорбление На личном На персональном Плюс Он сам Уходит Он Уже Все Он Не будет Начальником Полиции В общем Как То Тем не Меня Ну Все Так Если Задает Вопрос Будет Все Так Уголовное Расследование Против Клинтона Обама Нет Думаю Честно Вот Не думаю То есть Оно Дойдет До Кромки До Какого То Определенного Уровня И Потом Ты Держи Кого То По Сайтам Строка Может Но Дальше Макейба Может Быть Даже Посадить Под Он Сейчас Под Расследование Под Криминальным Он Галбат Присяд Вот Могут Посадить Строка Макейба Могут Посадить Бруса Ор Потому Что Он Человек Четвертый Пойду В этой Цепочке Но Я Не думаю Что Коснется Это Клинтон То есть Оно Дойдет До Кромки На Кромке Им Скажет Так Ребята Вот Эту Черту Не Переходить Это Нам Не Надо И Пойду Дальше У Небе Тоже Из Загон Небе Тоже Из Какие Цифры Данные Насчет Зачем Для Всех 100% Здравствуйте Я Надеюсь Что Все Такие Путин Клинтон Будет Путин Обамы Наверное Не Будет Потому Что Ему Никто Никогда Никаких Обвинений Вообще Не Преревлял Вообще Даже Даже Не Пытались А Клинтон Как Вы Американский Гражданин Не Не Сговаривался С Россией Но Клинтон Сговаривалась Возьмите Даже Ядерное Соглашение Когда Продали 20 Если Мы Говорим О Калужин То Там Есть Это Уже Факт Доказанный Клинтон Заплатила У нее Есть Причина Ее Судить У кого Хватит Смелости От От Того Что Есть Причина Ее Судить От Того Что Есть Причина Ее Судить Это Ее Значит Что Ее Будут Судить А То Что Вам Кажется Ну Давайте Сначала Причины Нужно Все Дать Генеральному Прокурору Который Скажет До того Как Она Заплатила Деньги Ты Помнишь Этот Скандал С Мейлами Когда Конгресс Выписал Сапина Повестку После Того Как Она Получила Эту Повестку Они Уничтожили Мейлы Холоднокровно Нажали Кнопку Делить Они Разбомбили Телефоны Айпеды Кстати Она там Призналась Что у нее Было Пять Девайсов Которыми Она Пользовалась А они Используют Блич Бит Для того Чтобы Хард Драйв Сервера Вычистить Так Чтобы Он Не Подлежал Восстановлению То Это Уголовно Наказуемое Криминальное Преступление Которое Уже Давно Должно Было Она Должна Была Сидеть За Это В Тюрьме Да И Ничего До Сих Не Происходит Ты Скажи Человек Который Сидя На Кабельном Канале И Отвечает На Вопрос Скажите Вы Точно Не Не Юзали Блич Для Того Чтобы Стереть Все Человек Который И Смело Сказать Вы Имеете Ввиду Как Тряпочкой Поверь Мне Ничего Не Будет Я Тоже Так Как бы Непечально Это Звучало Но Она Уже Себе Лет На 300 Тюрьмы Наворочила Но К сожалению Может Следующая Жизнь Бог Им Судья Это 100% А Насчет Того Что Говорят Шеф Полос И Так Далее Ребята Делайте Выводы Сами Не Слушайте Просто Читайте Интересуйтесь И Делайте Выводы Спасибо Большое Олег Падлак Анатолий Червец Всех Спраздникам Разбит То Что Празднует То Хэпп Праздникам И Хэппи Гуд Фрайд Ану Как ты Говорил Хэпп Сами Вот Так Вот Всего Всего Доброго Редак Редак